Доброе утро, Бокертов! Сегодня 2 октября 2020 года, 14 тишре, 5781 года. Вы послушаете новости на относительно легком иврите. Это будет иврит шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я прочитаю текст, потом его переведу. Шалом! Атэ маази ним лахадашот бэ иврит калла! Лод. Йом לפני חג הסוכות, ג'מל אבу Сиям, חבר מועצת העיר, גזם בחצר שלו את עלי הדקל והביא אותם לשכח לתושבי העיר היהודים. «הרבה אזורים בארץ, בהם מתגוררים בשכינות יהודים וערבים, יכולים ללמוד מאיתנו קיצת חיים בשלום ובעזרה הדדית». דברי ג'מל. «ארמניה». «על רקע הלחימה הנמשכת באיזור נגור נוקרבах, ארמניה החזירה את השגריר שלה מישראל. «לפי המקורות הדипломатיים, הסיבה להחזרת השגריר, ישראל ממשיכה לספק נשק לאזרבאיג'אן». «КАДУРЕГЕЛЬ». «МАКАБИ ХАЙФА, ИФСИДА, ЛИТОТЕНГЕМ, ААНГЛИТ, ШТАИМШЕВА. «АХАЛУЦ, АРИКЕЙН, СИЕМ, ЭТАМИСХАК, ИМ, ШЛОШААР». «ХАВАЛЬМОТ». И теперь переведем. «ШАЛОМ АТЭМАЗИНИМ, ЛАХАДАШОТБЕ ИВРИТ КАЛА». «Здравствуйте, вы слушаете новости на легком иврите». Слово «МААЗИНИМ» мы слышим в основном в новостях. То есть в обычной речи мы говорим «ШУМИМ». «МААЗИНИМ», когда мы используем этот глагол, мы подчеркиваем, что процесс проходит пассивно. То есть мы слушаем примерно как радио. Мы не разговариваем с радио. От нас не ждет никто какой-то реакции, ответа какого-то. То есть мы пассивно слушаем, воспринимаем информацию. И, чтобы не ошибиться, обратите внимание, слово «МААЗИН» предполагает использование предлога «ЛЕ». «МААЗИНИМ», «ЛЕ РАДИО», например. «МААЗИНИМ», «ЛЕ ХАДАШОТБЕ И для удобства будем переводить слово «МААЗИН» как «Прислушиваюсь», «ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСЛУШИВАЮСЬ», чтобы предлог «ЛЕ» использовать. «ЛОД» – это название города. Недалеко он находится от Тель-Авива относительно. «ЙОМ ЛИФНЕЙ ХАГА СУКОТ» – «ЗА ДЕНЬ ДО ПРАЗДНИКА СУКОТ». «ДЖАМАЛЬ АБУСИЯМ» – это имя и фамилия человека. «ХАВЕР МОЭЦИТ АИР» – «ХАВЕР» мы знаем в значении «ДРУК», но это же слово переводится как «ЧЛЕН». И в данном случае «ЧЛЕН Совета Города», «ЧЛЕН Городского Совета» мы переведем по смыслу как «ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА». «МОАЦА» – это «СОВЕТ», как «Орган ВЛАСТИ». «ГАЗАМ» – это то же самое, что «ОТРЕЗАЛ», когда идет речь о «ДЕРЕВЬЯХ». То есть «ДЕРЕВЬЯ» периодически разрастаются, и так же, как «Человеку» иногда нужно подстригаться, «ДЕРЕВЬЯ» тоже нужно приводить в порядок. И эта процедура называется «ГИЗУМ». «ГОЗЭМ» в настоящем времени подстригает. И обратите внимание, какая интересная связь с глаголом «МАКЗИМ». «МАКЗИМ» – это преувеличивает, а «ГОЗЭМ» – это отрезает. То есть если задуматься, то «ДЕРЕВО» – оно как бы преувеличивает, оно разрастается, занимает слишком много места уже, лишнее появляется, преувеличивает, «МАКЗИМ» и «ГОЗЭМ» приводится в порядок. «ГОЗЭМ» – «ЛИКЗОМ» – отрезать лишние ветки, лишнюю листву. Те, кто живут в сельской местности, это слово очень популярно. «ГИЗУМ» – это и процесс, и то, что остается листва, ветки, то, что где-то в каких-то местах еще нужно аккуратно сложить, чтобы вывезли это из населенного пункта. «БАХАЦЕР ШИЛО» в его дворе. «ЭТ АЛЕЯ ДЭКЕЛЬ» – это пальма. «АЛЕЙ АДЭКЕЛЬ» – получается листья пальмы. По смыслу может быть как ветки пальмы. «ВЕЕВИ ОТАМ» и «привел их», точнее здесь «принес их» или каким-то образом «перетащил». Неважно, этот глагол можно по-разному переводить. «ЛЯВИ» в неопределенной форме. «ЛЕСХАХ» – «СХАХ» мы чувствуем здесь тот же корень, что в слове «СУКА». «СУКА» – это «Шалаш». «СХАХ» – это «покрытие», то, чем накрывают шалаш. Как правило, это какие-то ветки, листья деревьев. Или не деревьев, пальмы – это не дерево, а трава. Ну, каких-то растений типа пальмы. И есть еще слово однокоренное «СХАХА». «СХАХ» – это «навес». То есть, это что-то очень похожее на шалаш, но без стен. «СХАХА». Для жителей города, евреев, для еврейских жителей города. Я немного переделаю эту часть, что у нас все-таки шестой уровень. И вместо того, чтобы сказать «БХАЦЕРШИЛО», я, например, скажу «БХАЦРО». И получится то же самое в его дворе. Иврит высокого стиля, письменный иврит. Мы так не говорим, но мы так пишем, чтобы было красиво. Идем дальше. Следующая часть новости. Много районов в стране. В них проживают в соседстве, или по соседству, евреи и арабы. Слово «МИДГОРЫРИМ» – это то же самое, что «ГАРИМ», но в языке высокого стиля. Давайте, чтобы мы почувствовали различия. «ГАРИМ» – это как «ЖИВУТ», а «МИДГОРЫРИМ» мы будем переводить как «ПРОЖИВАЮТ». То же самое. То есть, можно было здесь сказать «ГАРИМ БШХИНУТ» или «МИДГОРЫРИМ». «МИДГОРЫРИМ» – это немного выше иврит, немного официальней. Но в обычной речи тоже многие используют, поэтому непринципиально. «ЕХУЛИМ ЛИЛЬМОД МЕЙТАНУ» могут учиться у нас, дословно «от нас». «КИЦАТ ХАИМ БШЛОМ ВЕБЕЙЗРА АДАДИТ» «Как живут в мире и во взаимной помощи». «АДАДИ» – это «взаимный». Я не буду сейчас рассказывать. У меня есть материал, где я провожу параллель между словом «АДАДИ» и словом «ЦАД». «ЦАД» – это «сторона АДАДИ», получается «двусторонний», «двусторонний», «совместный», «взаимный». «ИЗРА АДАДИТ» – «взаимопомощь», получается. Немного исправим, скажем так. «КИЦАД» – слово звучит очень официально. «КИЦАД» – это то же самое, что «ЭЙХ». Так как здесь цитата, я привел ее в таком виде, как она была. Но, в принципе, когда мы разговариваем в обычной речи, мы говорим «ЭЙХ», «Как», «Каким образом», а не «КИЦАД». «КИЦАД» – звучит слишком формально, такой юридический термин. В обычной речи мы его использовать не будем. Но если мы хотим, например, сказать, используя элементы высокого стиля, и этот человек Джамаль, здесь его цитата, он мог сказать, например, вместо «Арбе Эйзорим», мог сказать «Эйзорим Рабим» – «Многие районы». И это было бы тоже уже немного в плане высокого иврита привычнее. То есть мы, еще раз я как бы подчеркиваю, что «высокий стиль» – это не какое-то одно слово, которое мы используем. Нужно все предложение строить так, чтобы стиль был выдержан. И, соответственно, иногда приходится поправлять. Теперь обратите внимание, я сказал «Вэ Бэ Изра Ададид», как в обычном языке мы говорим, а в высоком стиле, по идее, нужно произносить «У Вэ Изра Ададид». То есть нужно использовать и знать, и на практике понимать, как что делать, правила чтения, произношения высокого стиля, которые отличаются от обычного иврита. Ни в коем случае не зацикливаемся, потому что иначе мы просто не сможем говорить. «Диврей Джамаль». И в данном случае «двар» – это слово, «дварим» – слова или вещи, но по смыслу, в данном случае слова. «Диврей» – в форме сопряжения. Это были слова Джамаля, то есть этого депутата. И я от себя добавлю, что эту новость сообщили в ЛОДе, перепечатали в других местах. На самом деле, как бы это просто нормальное состояние, когда соседи друг другу помогают. И об этом не нужно, в принципе, писать в новостях. Но у нас в стране из-за конфликтов между евреями и арабами ситуация накалена. То есть, подчеркивается, что можно жить и в хороших отношениях. Я хочу сказать, что, например, пример привести. Когда заболела наша коза, она ослепла. И мы с этим столкнулись впервые. И многие козоводы, к которым я обращался, они тоже с этим не сталкивались. И много очень и евреев, и арабов, козоводов, овцеводов предложили мне свою помощь. В том числе, если нужно, мы ночью придем, и мы сделаем операцию, и мы поможем. И так далее. Вот этот пример был такого нормального добрососедского отношения. И между людьми, и по отношению к нашей козе, которую удалось спасти. Благодаря ветеринару из арабского сектора. И продолжаем новость. Армения. На фоне продолжающихся военных действий в районе Нагорной Карабах. Обратите внимание, слово «лехима» тот же корень, что в слове «мельхама». «Мельхама» – это война. А «лехима» – это ведение боевых действий. «Нимшехит». В принципе, «немшах» – это продолжается. Если мы прибавили к глаголу артикль, то глагол у нас уже не глагол, а в данном случае прилагательное или причастие на фоне продолжающихся боевых действий. «Лихима» – давайте переведем во множественном числе на русском языке, как бы боевые действия. В районе Нагорной Карабах, то есть это зона, которая находится внутри Азербайджана, Анклав, и там проживают в основном армяне, и Армения удерживает эту зону под своим контролем и предоставила этой зоне свой суверенитет. Азербайджан оспаривает. «Армения их зира эт ашагрир шила ми Исраэль». «Армения вернула своего посла из Израиля». И теперь чуть-чуть я переделываю новость, потому что у нас шестой уровень. Вместо того, чтобы сказать «эт ашагрир шила», я скажу «эт ашагрирра ми Исраэль». «Армения их зира эт ашагрира ми Исраэль». «И шагрира» – это и будет «ашагрир шила». Ее посол отозвала, дословно вернула, по смыслу мы переводим как отозвала. И я отмечу, это не имеет отношения к евриту, что в дипломатическом мире отзыв посла для консультации, обычно такая формулировка, это очень напряженный момент, потому что следующий этап может быть разрыв дипломатических отношений. И, соответственно, Израиль в этом никак не заинтересован. Израиль хочет быть в хороших отношениях со всеми странами, но получается так, что Азербайджан получает от Израиля оружие, и поэтому отношения с Азербайджаном в экономическом плане и в плане того, что Азербайджан сотрудничает с Израилем, а рядом находится Иран, соответственно, израильская разведка использует этот потенциал для получения информации из Ирана в том числе. И в отличие от Армении, которая поддерживает очень хорошее отношение с Ираном, и здесь уже совсем другие интересы влияют. Продолжаем новость. Согласно дипломатическим источникам или по дипломатическим источникам, отметим, что слово «мекорот» – источники мужского рода, «макор» – источник во множественном числе, окончание «от» – нестандартное, но прилагательное, «дипломатиим», «амекорота дипломатиим» – «асиба ляхзарата шагрир» – причина отзыва посла «Исраиль мамшиха лисапек нешек ле Азербайджан». «Израиль продолжает поставлять оружие Азербайджану». «Лисапек» – это «поставлять сапак», например, слово «поставщик». И обратим внимание, что слово «мамшиха» продолжает, и слово «нимшехет» продолжается, у нас здесь было, или продолжающиеся однокоренные слова. Следующая часть новости. Кадурегель. Футбол. Макаби Хайфа и Фсида Литотенгем Англит. Макаби Хайф – это название клуба, Макаби из Хайфы. «Проиграла» и Фсида английскому Тотенгему. И Тотенгем получилось у нас женского рода. Почему? Потому что имеется в виду квуца. Квуца – это команда. Примерно, как я скажу, «Динамо» и Фсида. В форме женского рода. Или там «Торпедо» и Фсида. Потому что название команды подразумевается «квуца» на иврите. И это будет женского рода. Вне зависимости от названия. Штайм Шева. Халуц, обратим внимание, мы переводим как «форвард» или «нападающий». У этого слова тот же корень, например, что у слова «хульца». «Хульца» – это рубашка. Или глагол «мехалец». «Мехалец» – «вызволяет», «освобождает». Или, например, «хулец на алаем» – «снимает обувь». И поначалу непонятно, какая связь между этими словами. Смысл этого корня – «вызволение», «освобождение». То есть «хулец на алаем» – это убирает обувь, как бы освобождает ноги. Ну, потому что долго в обуви, в жаре ходить тяжело, поэтому, когда человек освобождается от обуви, он испытывает какое-то облегчение. И, по идее, «халуц» нужно переводить как «освободившийся». Если задуматься, то это тот, кто первый, например, прокладывает путь на свободу. Освободившийся. Он идет первый. Поэтому слово «халуц» еще в иврите переводится как «первопроходец» и как «пионер». Но не тот, который с галстуком честь отдает, а тот, кто первый что-то делает в значении «первопроходец», «пионер». И здесь, в данном случае, «нападающий форвард». «Арикейн» – это имя и фамилия. «Сием» – это мисхак, закончил эту игру. «Им» – шло «шаар». И это новое относительно в иврите слово. Обратим внимание, как оно построено. Здесь комбинация двух слов. «Шалош» – три. И «шаар». «Шаар» – это ворота. Или «гол» на иврите. Что имеется в виду? То, что игрок в течение игры три раза забил мяч в ворота. Если я не ошибаюсь, то на английском языке это называется «хэт-трик». И подскажите, может быть, есть какой-то русский вариант этого перевода. Я не знаю. «Хавальмеот» – это очень жалко. У меня есть несколько знакомых, которые болеют за «Макаби Хайф». И мне действительно их очень жалко, потому что они будут переживать. Я надеюсь, что это было не сложно, а полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания. Продолжение следует...